Напомним, в этом году участие в военно-спортивной игре «Победа» принимают 12 команд. Уже по давней традиции второй этап игры проходит в полевых условиях. Лес, хорошая погода, чистый и свежий воздух. Как признаются участники, здесь они не только соревнуются и проходят этапы, но и одновременно отдыхают. Это просто интересно, чисто для себя и для души. Как бы вот тут лес, не то что в городе, там суета. Тут вот побегал, тут задачи уже все придуманы. Данная игра интересна и тем, что некоторые познают и пробуют что-то новое для себя. Этапы разные, и каждая команда их обязана пройти. Тренировка по защите от оружия массового поражения, сборка-разборка автомата, стрельба. Ну и, конечно, военизированная игра на местности. Сначала мы выполняли задания по МЧС, обуказывали первую помощь. Учились закидывать жилеты, спасательные круги и надувать в лодки. Потом второй этап был вот здесь. Мы ползали, не сбивая фишки, надо было проползти. Ну, сбили одну фишку, но ничего страшного, думаю. По словам членов жюри, ребята проявляют себя неплохо и с особой ответственностью подходят к каждому этапу. Мероприятия смешанные, друг на друга смотрят, и результат действительно хороший. Возрождать патриотические традиции – это обязательно нужно. Ну и в городе Искитиме достаточно много мероприятий идет по возрождению ратных традиций. Здесь же, в полевых условиях, члены жюри подвели итоги. Среди общеобразовательных учебных заведений первое место заняла школа номер один. Из среднеспециальных учебных заведений лидером стал Искитимский медицинский техникум. Искитимский медицинский техникум.